Александр Маделлан уже более 60 лет верой и правдой служит Господу Богу и людям. Он родился в очень верующей семье, постоянно посещал службы в костеле. Неоднократно Бог спасал его от смерти, в том числе и во время Великой Отечественной войны. В 1946 году Александр Маделлан поступил в духовную семинарию, по окончании которой был назначен сначала в Ригу, в костел святого Альберта, затем служил в соборе святого Якоба. В 1980 году он приехал в Даугавпилс. Советское прошлое оставило много воспоминаний. У меня были снявшие регистрацию, запросившие в Альберта, костели, так и совсем, был без документа три месяца. Потом зачасть администратор достал возможности, мне на Гриву прислали уже, уже не как настоятель, а как декана уже. Отрицание религии Бога, гонение не сломили веру Александра Маделлана. С его приездом в Далгу в Пелс число прихожан стало расти. Сегодня приход святого Петра насчитывает более тысячи человек. Многие ежедневно посещают мессы. Каждому священнику это самая радость большая. Когда уже нету, тогда уже плохо. Если есть, тогда это хорошо. За 34 года службы в Далгу в Пелсе Александр Маделлан вырастил многих священников. Среди них викарий Валерий Ольшевский. Он стал одним из первых учеников декана. Он меня позвал прислуживать при алтаре, а тогда было еще советское время, тогда нельзя было здесь при алтаре молодежи быть. Поэтому его заслуга и заслуга Бога, что вот именно он меня здесь нашел в этом приходе, в этом костеле. И вот так вот уже с 80-го года я уже здесь, как был министрантом, как священником здесь вот вместе с ним и работаем. Свой день рождения Александр Маделлан отмечает 5 марта. Но в связи с тем, что в этот день начинается Великий пост у католиков, праздничную мессу в честь 89-летия декана было решено провести днем ранее, 4 марта. Поздравить Александра Маделлана пришли многие прихожане, в том числе председатель Далгопилской городской думы Янис Лачплесис, его заместитель Петерис Далба, а также представители краевого самоуправления. Все присутствующие в этот день молились за своего декана и желали ему здоровья. В свою очередь Александр Маделлан дал наставление жителям города и края. Чтобы были бы хорошие, чтобы не было бы этих, ну, наших времен, этих недостатков, которые есть там энергомания, там алкоголизм, там разные такие, чтобы воздерживались так, тем более те, которые уже считаются верующими, которые понимают, что это значит, там человек, который не верующий, так он ему там и никакой понятия, и он так и живет, и ему хорошо. Но верующим человеку надо все-таки понять, что хорошее, что плохое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!